Ура! Посылка. Формат такой большой. Да, такой большой сюрприз. Ну что же там такое? Всегда интересно. Сейчас, секунду аккуратно. Зажмуйтесь. Еще пленка там. Два, три. Девочки, вот и семья, чудо, да. Слушайте. Очень, пожалуйста, пожалуйста. Очень, очень. Это да. Ух ты. Необывалая красота, да? Сказка и волшебство. Осенняя сказка. Даже осенью с наукой. Из птицы счастья. Так интересно, конечно, увидеть то, что мы совсем не ожидали. И сколько здесь людей. И какая вообще тут атмосфера. Это праздника. Ну, это как продолжение. Петербургующей картины. Отлично, точно. Там мы встретились, да. Осень, да. А тут еще и героиня. Там было ликование осенью. Вот ее, как такие плоды. А здесь сама она. Майя. Майя. Знаете, меня тоже восхищает светлый ликуси. Какой он сказочный. Сколько в нее живет нежности, тонкости. И такой сказочный серебряный колокольчик. В ее руках. Посмотрите. Слушай, я только сейчас вы увидела. Птица счастье принесла. Это такое чудо какое-то. А еще интересно, какие у них взоры. И видно, что они общаются. То есть, видимо, не знаю, может быть, осень что-то ей говорит. А она так внимательно на меня смотрит. И такое очарование и изящество. Вообще не праздника жизни. Вообще. Просто сказка. Вот реальная нарисованная сказка. И облака такие сказочные. Ощущение, что мы заглянули в какой-то такой волшебный момент. Что происходит что-то важное. Да-да-да. То, что тут колокольчик и какое-то сказочное задание. Столько цветов, конечно, невероятно. И осень. И тут появилось такое, я даже не знаю. То ли это ветерок, то ли это какой-то волшебное. Может звук колокольчика. Волшебное что-то, да. Ощущение, что как бы распространяется такое вот. Встреча с жерптицей и феей. Это эпицентр каких-то важных событий. И они прямо волнами не знают. Это чувство, это любовь, это свет, это звук. Это все вот расходится от них. Наполняя пространство. И знаешь, еще строчки сразу песни вспоминают. Снаряжается в нежной радуге. Такое ощущение, что вот это вот нежные радуги. И необычные очень цвета, конечно. Красят, крутят локоны. Красиво. Да, да. Очень много золотого, солнечного цвета казалось бы. Осень, да. Здесь прямо все согревает, да. Рисунка, волны теплоты исходят от картины. Такое чувство, не знаю, прямо жар в сердце. Просто такой праздник, такое ликование, такое счастье. И знаете, само вот это ощущение, смотря на эту сказочную иллюстрацию, что осень приходит для всех. Тоже этот сказочный парк, люди, и дети, и взрослые. Эти словопись, строчки, они оживают. Как иллюстрация, рассказы ближе знакомятся песни, сказки. Да, так радостно от того, что здесь так много людей, что эта сказочная атмосфера, что мы видим в небе, в пространстве, да, осень. Как она создает ее. Этот праздник жизни. Слушай, у меня тоже такие слова. Смотри, праздник жизни, восторг, ликование. Такая красота. Небывалая красота. Слушайте, я вижу это впервые. Самое чувство волшебного подарка. На самом деле, волшебный подарок. Вот слова песни настолько любимые. Сама песня, героиня. И вот раз, и можно тут, благодаря этой иллюстрации, встретиться. Самой осень весна. Какая зазмучная птица счастья и осень в таких золотых тонах. Такие праздничные, яркие, солнечные, счастливые. Визу это счастье. Все такое ощущение воздушное такое. Да, легкое. А осень такая в созвучии с пригодой. Или пригода в созвучии с осенью. Такая голубая. Такая небесная. И самое ощущение ликование осени. То есть нам открытка дарит. И это чувство. Можно это почувствовать в этой открытке. Векование. Какое оно сказочное. Да еще вот эти, на небе, то ли это облака, то ли что. Но они как фейерверки. И создают тоже ощущение этого праздника. Праздника осени. Праздника жизни. Вы заметили, что это? Праздник, конечно, такой нежной радости. И всегда такой нежной радуги, да? Что мы говорили. Что ты говоришь? Вокруг, видите? Сияние тоже, да? Прямо такое какое-то сияние, да? Или какое-то волшебное такое. Ощущение, что мы фею видим. То есть мы с феей. Еще так интересно, что? Тут как бы два таких момента. Это встреча феи с жар-птицей. Волшебница осени. И жизнь людей. Посмотрите, никто не смотрит на нее. То есть такое ощущение, что они... Она для них трудится, создает эту красоту все. Но в то время остается для них невидимой. И люди просто живут в этом счастливо. Посмотрите, тут видно, что это какое-то или народное гуляние. Или просто такая хорошая погода, что люди вышли там и с колясками, и с детьми. Очень много людей. Для осеннего так времени года. И видно, что эту красоту... То есть понятно благодаря картине, кто все это создает, кто старается порадовать. Да. И насколько это бескорыстно. Потому что люди все заняты своими делами. И просто наслаждаются тем, что для них создано. И так здорово, что формат именно А3. Да. Глобально, масштабно. И можно поближе смотреть эту красоту. Отлично. Представляете, мы благодаря открытии встречаемся с осенью звенькой. Таким светлым, ясным, сияющим. И глаза в нее такие небесные. Феерия красок вообще. Очень притекательная. Просто хочется смотреть именно на встречу осени с птицей. Счастье. Даже сама картина выписана. Волшебный момент какой-нибудь. Выписана так, что максимально резко видно как раз это все. Отчетливо, да? Отчетливо. Главная встреча. Фокус всей картины именно на этой встрече. Сразу понятно, где главное, что происходит на этой картине. Где источник всех этих чувств, сияний, всего этого восторга. Всей этой небывалой щедрости. А еще знаете, мне кажется, колокольчик. Я думаю, где же я его могла увидеть? Снежная бабушка. А мне показалось, что в видеотексте звук любви. И звук любви тоже. Похоже очень на колокольчик. Серебряный. Знаете, я сейчас смотрю навстречу ощущение такого чувства, как возрождение. Что все создается. Какого-то такого таинства, волшебства. Глубоких, мудрых, зрелых чувств. Огонь. Огонь сердца, конечно. Жертится благодаря этим перышками. Огонь. Огонь дарит. Очень красивый. Необыкновенный. Интересно, конечно, сочетание таких ярких и насыщенных элементов. на картине вместе с такими полупрозрачными, как бы мерцающими. Наверное, это создает такое ощущение и присутствия, и одновременно волшебства. Очень здорово. Вообще, знаете, такое ощущение, что сама осень, она как посланница, как будто она вот отсюда пришла, прям вот с неба спустилась. Потому что здесь вот краски вот с этой стороны, они как в созвучии с осенью, да? Ты здесь вот такая вот с самой волшебницей. Она словно прям вот пришла, чтобы порадовать, создать. Нежные чувства. Нежные чувства. Да. Такие небесные, чистые, ясные. И само вот это ощущение, благодаря этой старочной открытке, чувствуется, что можно еще ближе почувствовать ликованию осени. А осень, да, нежная новая открытка. Это как продолжение, как результат. Благодаря чему это ликование? Благодаря кому, да? Потому что они очень созвучны, да. И по цветам, и по гамме, и по облакам. Ну да, не перепутаешь точно. И, может быть, благодаря этой иллюстрации мы ближе знакомимся с этим скачанным парком. Помните, там тоже маленькие есть. Да, да, да. Хотелось там увидеть, рассмотреть, что там. Как сюжет, да. А тут он приблизился. Продолжение. Ближе, ближе туда. Можно взглянуть. Сама картина вдохновляет на проявление светлых чувств, потому что благодаря ей видишь реальность этих чувств. То, что вот они. Они, в общем-то, художнику, по крайней мере, видны. И он нам помогает их увидеть эти чувства. И видно, ну, как преображается мир благодаря этому. Благодаря проявляемым чувствам. Интересное ощущение, что сама иллюстрация, она как источник какого-то такого удивительного состояния. Она его прямо дарит. То есть смотришь на… И в душе все как-то так наполняется, воодушевляется, как-то возвышается, наполняется красотой, нежностью, такими какими-то красками очень-очень нежными, в то же время праздничными, радостными. Глаз не отвести. Отлично. Отлично. И знакомишься с новым, да? Это чувство. Новых чувств. Что с этим нужно знакомиться. И сам Святой Синей, он прямо видит, да, благодарю, кто доскачет. Ветерку, что-то такое. Волшебство, волшебство оси. Это сказка, да? Спасибо тебе другу. Какая благодарность, что такое появляется, такое есть, такое проявляется, приходит в жизнь. Спасибо от небесной феи, которая пришла. И по золотому деянию. И создает такое чудо в жизни. У каждого-каждого. Вы заметили, что? Да. Здесь все становятся осенние. Хороводит в таком листике. А вокруг еще есть немножечко. Точно. А еще к лету, как будто. Причем лето-лето. Зеленка абсолютно не осенняя. Я здесь сейчас еще рада, потому что «Весна в душе» комплекс подарил нам встречу с волшебницей весной, да, «Вявление весны». А теперь с «Волшебницей осенью» встреча тоже стала такой очевидной. Ну я вот именно про этот комплекс и про то, что героини, они вот как сестры. Вот настолько они одухотворенные, настолько они утонченные, возвышенные. «Волшебницы весна» и «Восени с наукой», как сестры. СEverything Wilson жертвуйте. Следующий. Знаете, ваша дела справа. Отですか. Сколько их складывается в одном очереди. Вома кromя кружке. Есть летом, привет! Темем он выг hemisphere, польшая. Там можно заберем туда. Итория кружка. Їто стал Pikeyl. Она тонкие и вода готова. Продолжение следует...